Меня зовут Рикренер, я стою посреди древней библиотеки Цельсия, находящейся в середине старейшего района Ефеса в Малой Асии. Это была одна из крупнейших библиотек первого века, когда апостол Павел служил в этом городе. Самой большой библиотекой мира того времени являлась Александрийская библиотека. Вторым по величине собранием книг была библиотека в Пергамоне, к северу от этого места. А Ефесская библиотека занимала третье место. Здесь учились и получали прекрасное образование люди, приезжавшие сюда со всей Малой Азии. Ефесс был местом, где можно было научиться многому, получить образование. Этот город даже называли «Светом Азии». То, чему здесь учили, в итоге достигало дальних рубежей Малой Азии. Поэтому именно здесь располагалась отправная точка, откуда сиял свет учения и просвещения на весь регион. Большую роль в этом играла Ефесская библиотека. Апостол Павел учил в нескольких шагах отсюда, в так называемом «Училище Тиранна». Вы можете прочитать об этом в 19 главе книги «Деяния апостолов». На протяжении двух лет он учил в этой школе каждое утро и днем, преподавая принципы Слова Божьего. Потому что апостол Павел понимал, насколько важно заложить библейский фундамент в жизни людей. Ваше основание тоже должно быть прочным и устойчивым. Когда я прихожу сюда, в библиотеку Цельса, в сердце Ефесса, где учил апостол Павел ежедневно в течение почти двух лет, я размышляю над тем, насколько важна роль Слова Божьего в нашей жизни. Нам необходимо трудиться над тем, чтобы представить себя Богу достойными и безукоризненными делателями, верно понимающими и распознающими Слово Истины. Сегодня я поговорю с вами о правильном основании вашей жизни. Я так рад, что вы присоединились к нам сегодня. Мы начинаем новую серию передач под названием «Фундаментальные доктрины». Начну с того, что и залью свое сердце. Меня сильно беспокоит состояние церкви. Больше всего меня волнует то, что я часто замечаю во время своих поездок, когда я посещаю церкви. Это отсутствие Библии. Звучит много хороших мотивационных проповедей, вдохновляющих людей. Играет прекрасная музыка. Сейчас, вероятно, лучшее музыкальное служение за всю историю. Но я вижу очевидную нехватку Библии. Люди перестают знать ее. Это очень серьезно. Сегодня вы убедитесь в этом. Там, где нет Библии, среди народа Божьего возникает катастрофическая ситуация. Люди теряют способность отличать истинное от ложного, что им следует делать и как поступать, и как не следует поступать. Когда же есть Библия, и люди утверждены на основании Слова Божьего, их жизнь строится на надежной платформе. По этой причине я молюсь о пробуждении Библии. И я прошу вас присоединиться ко мне в молитве за пробуждение Библии в церкви. Нам нужно пробуждение Слова Божьего. Нет ничего более чудесного, чем Слово Божье. Это платформа, на которой мы можем созидать свою жизнь. И когда мы упражняемся в Слове Божьем, когда оно действует в нас, оно готовит нас к жизни. Я бы хотел начать с иллюстрации. Представьте себе, что вы заглянули в класс первоклассников. Их много. Они мило выглядят, сидят за своими небольшими партами, учатся чему-то у своего учителя. И прямо посреди этого класса сидит 60-летний старик. Попытайтесь представить себе такую картину. Этому человеку 60 лет. Он сидит на своем крошечном стуле у детской парты посреди первоклассников. Он учится в первом классе. Изучает алфавит. Постигает элементарные вещи вместе с другими школьниками. Если бы у него никогда не было возможности получить образование, то его старания, пожалуй, были бы достойны восхищения. Представьте, как ему пришлось смириться, чтобы поступить в начальную школу. Однако, если этот человек проследил многие годы на своем стульчике и не делал над собой усилий, был ленив и несерьезно относился к учебе, он был вынужден возвращаться в первый класс снова и снова. А сейчас, почти 50 лет спустя, он сидит на том же стульчике за той же партой. Все его прежние одноклассники выросли, завели семьи, а он застрял на старте. Такая картина выглядит очень нелепо, особенно если рассудок этого человека в полном порядке. Подобный пример может звучать достаточно странно, но именно это постоянно происходит в церкви. Люди приходят ко Христу, принимают спасение, и в каком-то смысле можно сказать, что они поступают в первый класс духовной школы. Для них наступает время изучать азы, постигать основы Слова Божьего. Но поскольку они не прилагают усилий, или их преподаватель учил их неправильно, они так и не постигли Слова Божьего, не перешли на новый духовный уровень и остались в своем первом классе в духовном смысле. Мы не становимся более зрелыми с возрастом. В нашей церкви очень большое служение для престарелых. И я скажу вам, среди пожилых есть достаточно много незрелых людей. Преклонный возраст не принесет автоматически зрелость. Нужно трудиться над собой, приобретать мудрость. Необходимо упражняться в постижении истины. Нужно услышать истину, принять ее и поступать по истине. В результате такого практического применения к вам приходит зрелость, чтобы вы могли перейти на следующий духовный уровень. Я спрошу вас, на каком вы уровне? Вы в первом классе с духовной точки зрения? Или во втором? Или в шестом? Или в колледже? Где вы сейчас? Это очень важный вопрос. Каков ваш духовный статус? Каждый из нас должен искренне оценить себя, чтобы понять, в какой сфере нам нужно измениться, чтобы возрастать духовно. Сегодня мы начнем с послания к евреям. Пятая глава, 12 стих. Здесь упоминается подобная ситуация. Автор этого текста, мы не знаем точно, кто именно написал послание к евреям, возможно, апостол Павел. Некоторые полагают, что это был Варнава. Кто-то считает автором Аполлоса, Акилу или даже Луку. Но мы достоверно знаем, что это послание было вдохновлено Богом и предназначено для вас и для меня. Так или иначе, автор послания к евреям был обеспокоен тем, что происходило в жизни его читателей, потому что, вероятно, они остановились в своем духовном развитии. Вместо того, чтобы быть на достаточно высоком духовном уровне, они должны были снова и снова постигать азы. Давайте рассмотрим, что говорит автор послания к евреям, начиная с 12 стиха 5 главы. Сегодня я буду пользоваться своими заметками. Послание к евреям 5.12 говорится, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Этот стих заряжен истиной, которую нам нужно выслушать. Если вы знаете кого-то, кто недостаточно утвержден в Библии, посоветуйте ему посетить наш архив передач и посмотреть этот выпуск, чтобы он понял, насколько жизненно важно быть укорененным в фундаментальных истинах Священного Писания. Обратите внимание, как начинается этот стих. Послание к евреям 5.12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Слово «надлежать» — греческое слово «афейло». Оно используется для описания обязанностей или необходимости чего-либо, что должно быть достигнуто или выполнено, что является чьим-то обязательством или нравственным долгом. Это реакция на то, что человек услышал или увидел. В данном случае речь идет о верующих, о христианах, которые многое услышали и увидели. И теперь они имеют нравственное обязательство. Они должны уметь учить. Ведь они провели достаточно много времени в школе, чтобы изучить свой предмет вдоль и поперек. Автор послания продолжает. «Вам уже надлежит быть учителями». «Учитель» — по-гречески «didaskaloi» — множественное число. Очень важный термин. Оно означает «профессионального преподавателя», который преуспел в своей области знаний. В I веке этим словом называли «раввинов». Автор послания к евреям говорит. «Послушайте, друзья, вы многому научились. Вы посетили столько церковных собраний. Вы посмотрели столько проповедей по телевизору. Все, что услышали ваши уши и увидели ваши глаза к этому моменту, обязывает вас стать профессиональными преподавателями своего предмета. Именно такое значение имеет слово «учитель». Вы должны достичь высочайшего уровня в своей области знаний. В данном случае это проповедь истины. И стать духовными раввинами теми, «кто способен научить других благодаря тому, что вы услышали и увидели». Впрочем, все было далеко не так. Автор послания продолжает. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Слово «нужно» — греческое слово «kreia», означающее недостаток, дефицит, нужду, которую необходимо восполнить. Он указывает на духовную проблему. Она заключается в том, что они не знают Библию. Они христиане, они спасены. Но им неведомы фундаментальные истины Писания, на основании которых нужно строить свою жизнь. Они все еще на уровне духовных младенцев. Итак, он говорит, у вас есть нужда, дефицит, недостаток. Далее он указывает на суть этой потребности, чтобы кто-то снова научил вас началом Слова Божьего. Когда он говорит «начало», то использует слово «стойкея». Вот что он означает. Послушайте внимательно, я прочитаю из своих заметок. Это слово имеет следующее значение. Базовые элементы, фундаментальные основы, элементарное знание, необходимое для перехода на новую ступень в постижении чего-либо. Это то, что требуется, прежде чем вы перейдете на следующий уровень в своем образовании. Это знание основ. Автор употребляет словосочетание «первые начала». Слово «первый» по-гречески «архис», означает «первый», «первоначальный», «элементарный». Итак, выражение «первые начала» описывает фундаментальные знания, необходимые каждому верующему, прежде чем он сможет перейти на новый уровень в своем познании. Хочу привести пример из своей жизни. В юности я однажды заболел, и почти полгода не мог посещать школу. За эти полгода я пропустил много уроков математики, с которыми у меня и так было не все гладко. За этот отрезок времени я не получил очень важные фундаментальные знания. Вернувшись в школу, я увидел, что сильно отстал. Со мной говорили на языке, который я не понимал. Мои одноклассники прошли материал, который я пропустил. Я растерялся. Перейдя в следующий класс, я продолжал испытывать трудности с математикой, потому что не знал основ, которыми владели мои сверстники. Потом я перешел в девятый класс, где нам преподавали алгебру. Помню, как страшно мне было идти на те уроки, потому что если я имел пробел в знаниях за седьмой и восьмой классы, то как я мог постичь алгебру? Мне с огромным трудом давался этот предмет. Но не потому, что я был глупым, а потому что мной не были усвоены начальные знания. Я пропустил время, когда нужно было получить базовые знания, необходимые для перехода на новый уровень в моем образовании. Подобно они и редко происходят с верующими. Они проскакивают основы веры. Им неведомы базовые доктрины. При этом они стремятся подняться на более высокий духовный уровень без надлежащей подготовки. Вот почему они приходят к неверным духовным умозаключениям, верят в то, что не согласуются со Словом Божьим. Их может заинтересовать что-то, в чем они не заметят ничего плохого. Почему они не способны распознать дурное? Почему они непрестанно делают неправильные духовные выводы? Все это из-за того, что они не постигли основы. Они не изучили начало Слова Божьего, пропустили базовые знания о христианской вере. Эти знания являются важной платформой, на которой строится все остальное. Это фундамент для нашего опыта, основания всех наших верований и понимания того, что необходимо отвергнуть. Базовые знания — это основы Слова Божьего, без которых невозможна полноценная духовная жизнь для вас, для меня и для окружающих нас людей. Давайте прочитаем этот стих дальше. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Теперь мы понимаем, что здесь говорится о том, что вы имеете нравственную ответственность после всего, что вы услышали и увидели. К этому моменту вы должны были стать учителями, духовными раввинами. Но вас снова нужно учить. Повторю, это греческое слово «крея». У вас дефицит. Автор указывает читателям на их проблему. Отсутствие знаний основ Слова Божьего. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Как мы с вами увидели, начало — это базовые принципы знаний элементарного уровня, необходимые для дальнейшего роста. Автор говорит, что «вас снова нужно учить». Учить по-гречески «дидаско». Послушайте, что он означает. «Дидаско» означает систематическое обучение постоянным наставлением от учителя. Другими словами, вам нужно вернуться в первый класс и заново начать учиться. Вам нужен учитель, который сядет рядом и систематически будет наставлять вас в той истине, которую вы не смогли постичь, когда были моложе. Потрясающе. Это очень важно. И сегодня это актуально для многих людей в церкви. Далее говорится. «И для вас нужно молоко, а не твёрдая пища». Молоко по-гречески «гала». Оно означает «молоко, которое дают младенцам». Это детское питание. Мы видим описание верующих, которые спасены уже долгое время. Вероятно, вот уже несколько десятилетий. Но, как говорит автор послания к евреям, они всё ещё нуждаются в молоке. То есть, они настолько духовно недоразвитые в познании Слова Божьего, что продолжают питаться детской едой. Они всё ещё на молочной диете. Они по-прежнему в грудном возрасте. В некоторых переводах говорится, «Вы не способны пить крепкие напитки». Это немного странно, потому что греческое выражение «церес трофи» никак не относится к напиткам и означает «мясо». «Твёрдая пища» — более корректный перевод. Читатели послания не были способны принять твёрдую пищу. Они всё ещё питались словесным молоком, несмотря на то, что были давно спасены и достаточно много услышали и увидели. Далее, в 13 стихе говорится, «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Итак, кто питается молоком, по-гречески «гала», тот не разбирается в слове праведности, так как является младенцем. Слово «несведущий» — по-гречески «аперос». Это слово, образованное от «пирадзо», что значит «проверять». Если добавить приставку «а», то получается «непроверенный», «недоразвитый» или «неопытный». Другими словами, этот стих говорит о том, что тот, кто питается молоком или детской пищей, тот недостаточно развит, малограмотен, неопытен в слове праведности. Слово «правды» в контексте этого стиха выражает высокий уровень духовности. Позвольте привести вам пример. Часто в наши дни люди плохо различают правильное и неправильное. Многие боятся иметь суждение, потому что в Библии сказано «не судите, да не судимы будете». Никто не хочет судить, делать умозаключения, чтобы не обидеть других. Люди зачастую не решаются сказать, во что они верят. Они боятся показаться чересчур критично настроенными и воздерживаются от выражения своего мнения. Люди не имеют однозначного мнения о грехе. Они не задумываются о всей серьезности проблемах гомосексуализма, половой самоидентификации, прелюбодеяния, алкоголизма. Что Библия говорит о пьянстве? Многие пропускают это мимо своих ушей. Люди запутались во многих вещах. Они даже не понимают истинного значения слов «суд» и «суждение». Они считают, что раз они во Христе, то никогда не будут судимы. Такое происходит, когда человек не знаком с Библией. Не зная Писания, он лишается основания. Библия дает нам прочный фундамент, основные принципы, базовые знания, необходимые для нашего роста и дающие нам способность говорить, как взрослые люди. Когда в нас нет подобных основ, Писание называет нас младенцами. Младенец по-гречески «непиос» — ребенок грудного возраста, получающий питание от груди матери. Это не тот возраст, в котором нужно оставаться навсегда. Вот что говорится в следующем стихе. «Твердая же пища» — по-гречески «цереяс тропи». Основательная еда, предназначенная для взрослых и необходимая для поддержания здоровья взрослого человека. Итак, твердая пища, которую употребляют взрослые люди и которая нужна для сохранения должного состояния здоровья взрослого, свойственно совершенным. Совершенный по-гречески «талион» означает «взрослый человек», «лицо с обязанностями взрослого человека». Вы, ваши дети и внуки, друзья и соседи, все вы хотите принимать зрелые решения и совершать мудрые поступки. Вы хотите, чтобы мы все относились к жизни по-взрослому, чтобы серьезно относились к своим обязанностям. Никто не хочет застрять в первом классе ни на уровне эмоций, ни в своих способностях и навыках. Мы все хотим войти в полноту зрелости. В этом стихе мы читаем о том, что когда мы растем духовно, когда перестаем питаться молоком и начинаем есть твердую пищу, то приобретаем образ мышления взрослого человека и совершаем зрелые поступки. Твердая же пища свойственно совершенным, «талион» — взрослым людям, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Слово, переведенное как «приучать» по-гречески «гимнадзо». От него образовано слово «гимнастика». На самом деле означает «обнажать». Оно использовалось для описания спортсменов, которые настолько ревностно посвящали себя тренировкам, что сбрасывали себя всю одежду. Они не хотели, чтобы что-то мешало их движениям. Поэтому перед тренировками и состязаниями они снимали с себя все, что им мешало, давая свободу своим ногам и рукам. Это символизирует посвящение человека, который решает. Я посвятил всего себя предстоящему состязанию и отказываюсь от всего лишнего в моей жизни. Я убираю все, что препятствует моему посвящению. Слово «приучать» по-гречески «гимнадзо». Также можно перевести как «очень интенсивно тренироваться». Это такая духовно развивающая деятельность. Автор послания к евреям говорит, когда вы тренируетесь в Слове Божьем, когда позволяете Слово работать в вас, когда вы взаимодействуете со Словом Божьим, что происходит? Оно наделяет вас способностью различать добро и зло. Слово «различать» по-гречески «диокрисис». Означает постигать, распознавать, рассуждать. Когда Слово Божье действует в вас, ваши чувства и навыки тренируются Библией, и вы получаете способность различать правильное и неправильное. Вам не нужно все бросать и задаваться вопросом, «Интересно, какова воля Божья для этой ситуации?» Вы, вероятнее всего, уже знаете ответ, потому что знаете Библию. Библия дает вам необходимую информацию. Нет нужды спрашивать, как правильно поступить в этой ситуации. Библия действует в вас. Вы упражняетесь в Слове Божьем, питаетесь твердой пищей и уже знаете, как правильно поступить. Когда Слово Божье действует в вас, оно поднимает вас на более высокий уровень. Вы заканчиваете первый класс и переходите на новый уровень обучения в Господе, где учитесь поступать как зрелый христианин в той или иной жизненной ситуации. В этом состоит воля Бога для вас. На этом наша передача подходит к концу, но я очень скоро вернусь. Вы хотите получить продвижение в жизни? Продвижение по работе, стать лидером в своей организации. Прочитав книгу «Продвижение», вы научитесь быть лидером. Чтобы продвигаться вперед, вам не обязательно быть идеальным, но вы должны быть готовы расти и развиваться. В этой книге Рик Реннер дает ответы на сложные вопросы и развенчивает заблуждения в отношении лидерства, а также учит развивать качества, необходимые для продвижения. Глава за главой здесь освещаются основные вопросы личностного роста и раскрываются ключи к продвижению. Из этой книги вы узнаете, какие факторы определяют, готовы ли вы или те, кто рядом, к продвижению. А также найдете практические советы для достижения успеха. Если вы уже являетесь лидером, книга «Продвижение» раскроет вам 10 принципов успешного руководителя. Вы научитесь тому, как организовать сплоченную команду и поддерживать потенциальных лидеров, которые будут приносить плод и угождать Богу. Мы предлагаем вам скачать бесплатно электронную ознакомительную версию книги «Продвижение» на сайте igc.org. Узнайте о важности ваших жизненных критериев лидера и взаимоотношений с людьми. Если вы ищете советы, когда, кого и как продвигать, или же сами хотите занять руководящую должность, вы найдете ответы на эти вопросы в электронной ознакомительной версии книги «Продвижение». Не пропустите это предложение. Скачайте бесплатно электронную ознакомительную версию книги «Продвижение» на сайте igc.org. Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Здесь я провожу каждое утро. Здесь я встречаюсь с Господом и молюсь за нашу телевизионную команду, партнеров и людей, живущих по всему миру. И здесь я готовлюсь к своим телепередачам. Я работаю со своими справочниками по греческим терминам. Я пользуюсь не только греческими словарями, но и читаю Новый Завет в оригинале. Именно по этому профилю я обучался в университете. Прежде чем передать вам значение слов, я внимательно проверяю их, удостоверившись, что все верно. Я тщательно изучаю весь материал для каждой программы. Должен сказать вам, что подготовка к программе — самый трудоемкий этап. Съемка — это самое простое. Чтобы убедиться, что я включил в передачу все, что вам необходимо, у меня уходят многие часы. Отсюда процесс производства переносится в телестудию, где я обсуждаю с нашим продюсером вступительные части к программам, где слово царя — там власть. Пусть сила Божьего слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей передаче. Ух, мы закончили съемки еще одной программы. Я так рад, что мы можем снимать передачи для наших зрителей по всему миру. Это наша студия, и здесь я практически живу. Здесь мы готовим программы, которые переводятся на разные языки и транслируются по всему лицу Земли. Отснятый с моим участием материал отправляется в отдел монтажа. И вот что здесь происходит. Как вы видите, наши специалисты выполняют различные задачи. Они размещают подготовленные мной греческие слова на экране. Между прочим, на их подготовку тоже уходит много времени. Здесь выполняется монтаж звука и цветокоррекция. Здесь в передачу добавляют фоновую музыку, рекламу и заключительную молитву и так далее. Так создаются программы с учением для вас. Наша цель — передать вам учение, которому вы можете доверять. Такова наша миссия. Такова моя молитва. Я хочу поблагодарить вас за помощь нам. Это результат не только моей с Денис Работы. Здесь трудится большая и верная команда, которая делает все, чтобы предоставить зрителям здравое учение. И ваша роль в этом очень важна. Спасибо за ваше партнерство, за ваши молитвы и ваше даяние. Я очень рад, что вы были со мной сегодня. Для меня большая честь, что вы позволили учить вас из Слова Божьего. Я молюсь о том, чтобы вы узнали много нового из этого библейского учения. Вы можете скачать бесплатно электронную ознакомительную версию книги «Продвижение». Я написал ее специально для вас. Она будет полезна тем, кто хочет зарабатывать больше, получить повышение на работе, развивать свое дело и расти профессионально. Эта книга также для тех, кто стремится подняться на новый уровень ответственности по местной церкви или желает делать больше и стремится возрастать в той или иной сфере своей жизни. Такие люди часто задаются вопросом, готов ли я к продвижению. Возможно, вам нужно поставить кого-либо на руководящую должность, и вы должны решить, готов ли этот человек к продвижению. Поэтому я и написал эту книгу. В ней говорится о десяти правилах, которые помогут вам или тем, кто рядом, понять степень своей готовности получить продвижение. И что нужно для этого сделать? Что необходимо для качественного роста? Десять практических советов. Скачайте бесплатно электронную ознакомительную версию этой книги. Материал из этой книги принесет вам большую пользу. Здесь сказано, готовы ли вы подняться на более высокий уровень ответственности и полномочий. Десять практических советов помогут вам достичь долгожданного продвижения. Вы можете скачать бесплатную электронную ознакомительную версию книги продвижения на сайте ignc.org. Этот материал поможет вам возрастать. Позвольте помолиться за вас. Для меня большая честь быть с вами. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя за эту возможность поделиться Словом Божьим с моими друзьями. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты призываешь возрастать духовно. Господь, я молюсь о том, чтобы ты также побуждал нас подняться на новый духовный уровень, чтобы мы взрослели в духе и приобретали все необходимое для жизни. Мы благодарим тебя за плод, который твое слово производит в нас. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были со мной сегодня. Помните о том, что говорится в книге Экклесиаста 8.4, где слово «Царя, там власть». Увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин